Самый душевный фестиваль патриотической песни в Смоленской области «Наша добрая Смоленщина» прошел 1 сентября в Селеново-Дугино. Именно этот район представлял победитель прошлого года. Побороться за главный приз конкурса отправилась и жительница Десногорска. Ведь главный приз победителю не только признание и почет, но и возможность забрать фестиваль с собой. Год от года конкурс путешествует по региону на малую родину победителя, за что и получил в народе название «Евровидение по Смоленске». Да и лидера выбирают также, по онлайн-голосованию зрителей. В этом году в борьбу с коллективами и солистами из всех районов Смоленской области вступила певица из Десногорска, солистка студии эстрадной песни «Ренессанс» Александра Киселева. Быть первой очень бы хотелось, честно. Это было бы интересно и для города, и для жителей, что-то новое, что-то интересное. Но победу нас никто не привозил, и очень тяжело в голосовании, в онлайн бороться с нашему городу, с районами. У нас значительно меньше людей, значительно меньше людей, соответственно, голосуют, и тяжело набрать нужное количество. Десногорск принимает участие в конкурсе уже в четвертый раз, но только в этом году добился заметных результатов. Третье место из 27 возможных. Несмотря на все трудности, связанные с онлайн-голосованием, блестящее выступление Александры по достоинству оценили как жюри, так и зрители фестиваля. Радость в глазах слетит, здравствуй, ну, здравствуй, да! Радость в глазах слетит, здравствуй, ну, здравствуй, да! Песня «Месяц май», которую исполнила Александра, – это история девчонки, призванной на фронт военным шофером. История о воле и надежде, об одном человеке и целом народе. Песня тяжелая, эмоционально тяжелая, глубокая, и, видимо, понравилась, как спели. Когда я допела, я не слышала никого, была тишина. Мне сказали, что там кричали «Браво!». В следующем году уже седьмой фестиваль патриотической песни пройдет в Ярцеве. И кто знает, может быть, тогда Десногорск станет еще на шаг ближе к победе. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.